Омнамо Бхагавате Васудэвая, Омнамо Бхагавате Васудэвая, Омнамо Бхагавате Васудэвая. Шримад Бхагаватам третья песня называется «Статус Кло». 28 глава третьей песни называется «Наставление Господа Капила Девы о практике преданного служения». Текст 21. Санчин Таэт Бхагавата Чарна Равиндам, Ваджран Куша Дваджа Сароруха Ланчханад Дям, Утун Гаракта Виласан Накха Чакра Вала, Чьет Снапьир Ахатамахат Дридх Даян Дакарам. Перевод и комментарий о божественной милости Абайчара Наравинды Бхагтивиданте. С вами Шрива Привупады. Шрива Привупада Киджай. Сначала преданный должен сосредоточить ум на лотосных стопах Господа, которые украшают знаки молнии, стрекала, флага и лотоса. Сияние, исходящее от его прекрасных рубиновых ногтей по форме напоминающих очертания луны, рассеивает густую тьму, которая окутывает сердце человека. Комментарий Шрива Привупады. Маевади утверждают, что тот, кто не способен сосредоточить ум на безличном бытии абсолютной истины, может создать в воображении произвольную форму и медитировать на нее. Однако из данного стиха это не следует. Фантазия всегда остается фантазией и результатом здесь может быть только фантазия. То есть жизнь происходит от жизни, фантазия происходит от фантазии. Здесь переводится подробное описание вечной формы Господа. На его стопах отчетливо видны линии, напоминающие молнию, флаг, лотос и стрекала погонщика слонов. От ногтей на его ногах исходит яркое сияние, похожее на свет луны. Увидев знаки на стопах Господа и ослепительный блеск его ногтей, йог выходит из тьмы неведения, царящей в материальном мире. Это освобождение нельзя обрести, занимаясь философскими размышлениями. Оно приходит только к тому, кто увидел сияние, исходящее от сверкающих ногтей на ногах Господа. Иначе говоря, если человек хочет выйти из тьмы неведения, он должен прежде всего сосредоточить свой ум на лотосных стопах Господа. Умагиан тимиранда сяки, нанджана шалакая чакшу, умилитам яна, тасма и шри гураве намага. Шри читане мануф пишет там стапитам яна бутале. Сваи рупа кадама, ям додайте свападантикам, ванча калпатарубешча, крипасилубя эвача. Доброе утро. И теперь давайте мы посмотрим наш учебник, чтобы понять, а какова структура этой 28 главы третьей песни Бхагаватам, в которой Господь Капиладев рассказывает нам о том, как совершать преданное служение. И практика, которую он дает, представляет собой комбинацию, сочетание элементов аштанга-йоги и бхакти-йоги. То есть такие понятия, как пранаяма, то есть дыхательные упражнения, или пратихара означает уводить свои чувства от объектов чувств. Это все имеет прямое отношение к Капилла Шикше или к наставлениям, которые дает Господь Капиладев. Но в конечном счете все это все равно про преданное служение. И начиная с 19 текста этой главы, 28, мы видим, как Господь Капиладев объясняет, как медитировать на форму Верховной Личности Бога. Он объясняет, что нужно это делать поэтапно, поднимая свой взор, как об этом также говорилось во второй песне Багаватам, поднимая свой взор снизу вверх и медитируя на каждую из частей его трансцендентного тела. Господь очень милостив, Он приходит в этот материальный мир в форме арчевиграхи, то есть в форме божества. И благодаря этому мы со своими материально-обусловленными чувствами способны его видеть в этой зримой форме, изготовленной из дерева или металла или камня и так далее. Но при этом Верховный Господь не является ни камнем, ни деревом, ни металлом. Он просто проявляет себя через эту форму. Более того, эта форма, этот металл или этот камень или это дерево обретает духовное свойство с момента того, как божество установлено. И Шрива Прупада популярно объясняет это в Шриша Панишат, объясняя, что раз все энергии принадлежат Верховному Господу, и духовные энергии, и материальные, то Ему, всемогущему Господу, не составляет труда преобразовать одно в другое. Поэтому, в принципе, то, что мы созерцаем и видим, и казалось бы, это материальное, но нет, это уже не совсем материальное. Это по поводу божеств, которым мы поклоняемся. И мы созерцаем их, и получаем даршин, и благодаря этому чувства наши очищаются. То есть, их пять – зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. И мы все это занимаем в преданном служении, и постепенно наше сознание становится чище, и мы становимся ближе к Кришне. Конечно же, все начинается с языка. То есть, с этих двух функций. С употребления Прасада, вкушения Прасада, и с повторения Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи Хареи, Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Хареи. Занимая свои чувства в служении Господину чувств, мы становимся ближе к Нему. И эта глава, 28 глава третьей песни, пагаватом заканчивается в конечном счете тем, что, тексты 34 и 38, тем, что вот такой вот йог, который смотрит на божество, получает его даршин, созерцает его. При этом, когда мы получаем даршин Господа, то для преданного, может быть, даже гораздо важнее не только то, что он смотрит на Господа, сколько то, что Господь смотрит на Него, потому что, глядя на Него, Он Господь, Он и так все пронизывающий, вездесущий, Он и так все знает. Но это именно тот самый момент истины, когда бакта, когда преданный Господа стоит перед мурти, перед формой Господа, возносит молитвы, и в этот момент Господь созерцает его, и в этот момент истины преданный предстает перед Господом таким, каков Он есть. И никакие роли и никакие маски не работают. Можно вводить в заблуждение других обусловленных живых существ, которые вокруг нас, но когда мы предстаем перед божеством, оно все знает. Ну и нам, соответственно, тоже нужно знать, что оно все знает, божество, в этот момент. Оно и так все знало, божество, верховное существо, потому что в аспекте сверхдуши оно присутствует повсюду, оно и так в курсе всего того, что происходит с нами и с кем угодно. Но в этот момент для преданного, который встает перед божеством, это становится еще более явным. Потому что в конце концов сверхдуши мы не видим, а божество Арчи Викраху по милости Его Господа видим, потому что еще раз это зримая форма. Это металл или камень, или дерево, или что-то еще, или изображение. И в конечном счете, это практика созерцания божества, медитация на него ведет к тому, что тексты 34-38, потому что такой йог начинает осознавать свою истинную духовную природу, и он становится отстраненным от всего материального. Это проявляется в чем? В том, что тексты 39-44, это не проявляется в том, что ему становится вообще все равно, что происходит вокруг. Это не означает, что он становится абсолютно асоциальным человеком. Хотя, в каких-то случаях, когда мы говорим про так называемых Бабаджи, то, и особенно таких Бабаджи, которые очень сильно погрузились в свой Баджин, в свою духовную практику, то мы видим на примере Вамшида Сабабаджи, например, или каких-то еще, что действительно, люди идут этим путем, асоциальным путем. Но ИСКОН это проповедническая организация, и поэтому, даже прогрессируя духовно, даже достигая высот, преданные все равно продолжают играть эту роль по отношению к преданным вокруг, к тем, кто начинающий, и к тем, кто продолжающий. Не к тем, кто заканчивающий, продолжают играть эту роль. Садаки, Садаки того, кто следует Садане, того, кто повторяет регулярно, Харея Кришна, Харея Кришна, 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 хари 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 того кто следует всем правилам которые нужно которым нужно следовать и даже если преданный каким-то образом перерос необходимость следования того или иному правил все равно продолжает следовать этим правилам для того чтобы подать надлежащий пример окружающим и вот это вот отстраненность от материального еще раз это не а социальная позиция это текста 3944 это способность видеть сверхдушу во всех живых существах и всех живых существ видеть в сфере влияния сверхдуши об этом нам говорят заключительные тексты этой главы 30 с 39 по 44 давайте мы посмотрим о чем здесь говорится в главе и о чем как это все можно про анализировать попытаться проанализировать еще раз это практика медитация на внешний облик господа описывается начиная с 19 текстом и и конечно же это в данном случае начиная с 19 текста то что здесь описывается это даже не медитация на арчи в играх у а это ли реальный контакт с господом реальное пробужденное духовное видение здесь описывается начиная с текста 19 но конечно же это не дешевая штука поэтому если мы говорим про нашу практику то в первую очередь это божество которое нужно все сердца с которому нужно приходить храм это дом господа приходите дорогие друзья в храм регулярно созерцать джаганатху бавадеву супа дыру сударшину чакру а также горни той медитируя на вечную форму господа йог не должен смотреть на все части его тела сразу она должен сосредоточить свой ум на каждой из них в отдельности здесь все это описывается здесь описываются его красные рубиновые ногти которые от которых идет сияние которые я сияние рассеивают густую тьму окутывающий сердце человека или иначе говоря избавляет его от невежества как мы поем во время гуру пуджи а ведь я обиде и наша чаты а прямо бакте чаха хойты а ведь я винаша чаты что делает духовный учитель со своим учеником он прямо бакте чаха хойта он дает ему прямо бакте и а ведь я винаша чаты он рассеивает а видео или вот эту густую тьму невежество находящуюся в его сердце то есть не только ногти работают на это но и все прочие части тела трансцендентного тела верховного господа также на это работает контакт с шрилой приупады контакт с духовным учителем это основная практика основной практикой рассеивать эту тему ома агена тимиранда сяги на джина шалака я чакшу умери там не на тасма и шри гураве на маха я склоняюсь в почтении перед гуру который света чем знание рассеял тему невежество в моей жизни однажды хари шаури пробу секретарь шрила приупады это он описывает своих дневниках четырехтом ник у него есть называется трансцендентный дневник и там он описывает вторую половину 70-х годов когда он был слугой шрилы приупады как он ему служил и точнее конечно же книга не столько про автора а сколько попытка отразить насколько это возможно личность шрилы приупады его качество и так далее это все очень ценно и для учеников шрилы приупады и для нынешних преданных и для всех тех поколений преданных которые будут в будущем это очень ценно и в предисловии там к этой книге ученики шрилы приупады я не помню кто там писал это предисловие он отметил что до хороша ури прабу хорошо справился с этой задачей он написал эту книгу таким образом что он реально написал это именно о шриле приупаде а не о себе не о себе когда люди пишут мемуары нередко бывает так что они пишут именно о себе о том как они воспринимают жизнь и иногда это бывает совсем я центрично некоторые мемуары не будем говорить какие ладно это неважно это не так важно вот я имею ввиду из всяких там мирских мемуаров которые писали разные артисты полководцы политики и т.д. и т.п. и так далее вот интересный момент бахтисиданта сарасвати духовно учитель шрилы приупады он вот тоже не любил вот это ячество вот этот я центризм и он раскритиковал одного из своих учеников однажды за что за то что он после того как посетил англию и добился там некоторого успеха проповеднического и такого уж прямо большого успеха как мы знаем по крайней мере в сравнении с успехами шрилы приупада это совсем уж небольшие успехи но все равно какие-то успехи были у него в англии и он написал мемуары написал книгу и за это был раскритикован бахтисиданта сарасвати потому что он заглавил эту книгу мои 10 лет в англии и бахтисиданта сарасвати его раскритиковал говорит какие твои 10 лет почему они твои с чего ты взял что не твои все принадлежит кришне то есть принадлежит кришне принадлежит духовному учителю сразу в заголовке моего мои 10 лет в англии сразу был раскритикован понимаете а вот ишаваси мы дам сарвам яткинчат жагат жагат все принадлежит кришне первый текст шире шапанишат все кришне принадлежит вот мое да мои мои я я я я я да читаем дальше ну тоже значит здесь говорится про разные части тела господа на который можно медитировать стопы господа сердце господа педра господа тут много всего интересного и да и написано что какого цвета ногти рубиновые мы прочитали уже а вот ожерелье на груди господа например она молочная белая жемчужная и так далее это очень важно для пуджари которые наряжают божества иметь это эстетическое чувство и различать различные оттенки цветов важный навык такие цвета иногда но так наряжены бывают божества удачно очень здорово особенно здесь в индии в центральных храмах во время давани в маяпуре просто видно что есть бакте что бакте есть с одной стороны есть бакте а другой стороны есть вот это тот ну простой материальный навык гуна карма у человека что он реально различает самые различные оттенки цветов какие только бывают и может это сочетать но целая целая наука это очень здорово и дальше здесь говорится в тексте тексте 26 что груди господа это источник неисчерпаемого трансцендентного наслаждения для ума и глаз давайте посмотрим что же шрила парупада написал про грудь господа это даже интересная и сам не знаю что здесь будет написано источник трансцендентного наслаждения неисчерпаемого то есть видите помните вот раньше книгу кришна и называли источник вечного наслаждения так вот оказывается это этот заголовок источник вечного наслаждения он идентичен не не только кришне но он также идентичен и груди господа потому что она тоже источник неисчерпаемого наслаждения как выясняется из текста багаватам 328 26 интересно давайте посмотрим что же здесь написано на эту тему а здесь написано что все непостижимое многообразие энергии господа сосредоточена в его груди то есть она именно там находится то есть у него бесчисленные энергию господа нам на макаре баху 2 и часа рва шахтис татарар питаниями так смотрят и накала это отмечает шире читания махапрабу во втором тексте шик шаштыки у тебя бесчетное число имен и числа твоим именам ты вложил все свои энергии в эти имена вот и ну и нет строгих правил повторения этих имен святых имен твоих но дурда и вам и дыршам и хаджа не на врагах увы горе мне горе нет у меня вкуса повторению твоих святых имен какой же я несчастный говорит шри читания махапрабу в этом втором тексте шри шри шик шаштыки который по иерархии вот этих стадий духовного развития от шарадхи до премы соответствует уровню баджана крии и анардха и влите то есть духовного развития и очищения сердца горе мне горе как же так нет у меня вкуса повторению это у меня вкуса к молитвенной жизни говорит шри читания махапрабу не столько от собственного имени сколько от имени практикующих бакт практикующих садаков которые находятся на этой стадии но тем не менее все энергии вложены в святое имя эти энергии находятся сосредоточены в груди господа как мы это узнаю отсюда и даже вот тут вот раскрывается немножко чуть-чуть нам на самом деле это не надо но тем не менее это раскрывается как йог может обрести мистические совершенства ситхи йоги совершенстве овладевшие искусством медитации на эту часть трансцендентного тела господа обретают множество материальных способностей которые составляют 8 мистических совершенств йоги то есть эти энергии господа находится именно там которые ему принадлежат и те кто имеют такие качества как они массивки лаги массивки то есть могут по собственному желанию в размерах увеличиваться уменьшаться и проявлять прочую мистику они к этому пришли вот мы немножко чуть-чуть сегодня узнали они к этому пришли благодаря тому что они медитировали оказывается на грудь верховной личности бога трансцендентную потому что там находится его энергии и шварах парамах кришнах сочит она на виграхах она дирадир гурида сарвакарна каранам и шварах парамах кришнах он верховный повелитель и швара он сарвакарна каранам причина всех причин говорит господь грамма в одном из текстов брама самхиты вот что у нас здесь вот вот у нас тут есть еще один текст из бога в этом 525 4 тоже про ногти значит в сегодняшнем тексте мы узнали что они рубинового цвета в этом тексте из 5 из 5 песни выясняется что не розового но в принципе это практически одно и то же есть рубиновый это темно-розовый цвет прозрачные розовые ногти на лотосных стопах господа напоминают драгоценные камни отшлифованные до зеркального блеска поэтому от них свет идет сияние когда чистые преданные а также предводители змеев с богоговением и любовью склоняются к стопам господа санкаршаны они весело смеются ха 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 весело смеются видя в его ногтях свое отражение и любой кто созерцает их прекрасные тела озаренные блеском драгоценных серик или серег испытывает огромное удовольствие ну давайте посмотрим еще и комментарий к этому тексту раз такое дело 525 4 ну-ка это интересно 5 сейчас ой ой что произошло ой где куда все делось так все все вернулось опять значит сейчас 254 ну-ка это же важно комментарии тоже прочитать как шилл упадает комментарии то и нету ну да хочу что-то комментировать и так все ясно они смотрят на свое отражение смеются что комментировать понятно все и и весело это трансцендентная радость вот и все что что комментировать все понятно и так читаем дальше значит эту удивительную книгу амала пурану под названием шриман бхагавата вот тут много всего интересного на самом деле можно медитировать на руки господа можно медитировать на лик ну и так далее но это же это же для будущих лекторов поэтому мы не будем перепрыгивать мы не будем забирать у лекторов эти темы мы давайте знаете чего мы давайте посмотрим вот в конце финал то есть к чему человек в итоге приходит а в итоге он приходит что он понимает что оказывается все то что вокруг материальное находится вокруг него это все подобно сну подобно сну не в том смысле что это кажущиеся потому что это реально есть это реально существует это не кажущиеся подобно сну в том смысле что сон имеет свое начало и свой конец наш коннект наш контакт с теми обстоятельствами материального измерения нашей жизни он все-таки временный это касается контакта с телом в котором мы находимся это касается контакта с теми обстоятельствами нашей жизни через с которыми мы контактируем через это тело это временный контакт и обязательно живое существо проснется но она проснется если она будет повторять хорея кришна хорея кришна 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 хореева рама хорея рама 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 хорея хорея и тогда можно перейти вот к тому результату о котором здесь говорится 28 главе 3 песни багалата иначе на смену этому сну которая сейчас он значит будет следующий сон это как знаете вот бывают у людей которые любят поспать они значит спят на на одном боку полежали а там им целый фильм показывает их вот этот ум кто-то чит а чит означает такой подсознательный ум в котором хранятся различные впечатления из которых все это комбинируется это зрелище во сне вот человек спит потом он перевернулся на другой бок и давай смотреть следующую серию того же самого кинофильма и так далее еще снова повернулся и так далее бывают такие люди которым очень нравится спать и смотреть даже целые сериалы вот жизнь человека в самсаре она приблизительно такая же а вот как проснуться об этом говорит 28 глава 3 песни багаута текст 38 вернувшись свое изначальное положение находясь состоянии самадхи который является высшим совершенством йоги освобожденный преданный перестает считать порождение материального тела свои он воспринимая действия своего тела также как пробудившийся человек относится к тому что видел во сне и текст 39 из-за чрезмерной привязанности к себе и богатству человеку кажется что дети и деньги принадлежат ему а привязанность к телу заставляет его смотреть на материальное тело как на свою собственность но подобно тому как обыкновенный человек может понять что семья и богатство на самом деле отлично от него освобожденная душа способна понять свое отличие от материального тела это не означает что осознавшая себя душа начинает пренебрегать своими социальными обязанностями это просто означает что но социальные обязанности социальная роль продолжается это означает что вот это самоосознание то которое мы говорим книга называется одна из книг шрива пропада наука самоосознание самоосознание заключается в том что живое существо начинает понимать что она то на самом деле вечная духовная душа которая на данный конкретный момент времени имеет данное социальное положение и прочее положение то есть таким образом преданный живет нескольких измерениях сразу параллельно одновременно духовном измерении в этом духовном измерении он очень искренне внимательно и разборчиво это очень важно разборчиво разборчиво не заживая ничего не гундася не это не а а а разборчиво произнося хоррей кришнам хореик кришна 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 корее корее хаверама халерама грамма роберама карик разборчиво произнося и слушая снимать эти святые имена человек начинает понимать что он реально связан с кришной с рамой из харе то есть что вот и рода раним и также этому способствует созерцание божества шрила рупа гос вами как раз и говорит о том что для самоосознания очень могущественными являются из всех тех 64 процессов бахти которую он перечислил или точнее сказать форм преданного служения но форм методов процессов по-разному называют пусть это будут формы из 64 форм он выделяет пять самых могущественных и к ним относятся повторения харе кришна к ним относятся поклонение божествам и к ним также относятся еще три это проживание в святом месте это чтение шримад бхагаватам бхагават гиты чтение священных писаний и это общение с преданными в духе служения вот они 5 и благодаря этому что происходит происходит самоосознание человек отклеивается от этого материального бытия материального измерения отклеивается не означает становятся социальным отклеивается это не означает становится недееспособным или неадекватным это означает что просто понимает что он как душа живет по законам духа они по законам социума но законы социума он продолжает соблюдать для того чтобы подавать пример подлежащий другим живым существам которые вокруг него он просто понимает что богу богово богово отец и кесарева как говорится в новом завете если ничего не путаю то есть роль продолжает выполняться но не в таком состоянии социальная роль но не в таком состоянии что я с этом с этим сросся и это вот мое такое естество это моя такая вот это суть моей жизни душа души и так далее тогда или того чтобы это произошло очень важно приходить в храм поэтому дорогие друзья приходите в храм созерцайте господа джаганатху володеву суббадру сударшина чакру господь джаганатха не отличен от господа кришны а также горни тай господь гуранга не отличен от господа кришны а также от шримати радарани и что произойдет об этом говорит шрила рупа гаслами в нектаре преданности он говорит про могущество этого созерцания этого поклонения божеством и даже просто созерцания божества это 13 глава нектаре преданности и здесь он цитирует следующий текст друг мой если в тебе еще живо желание наслаждаться обществом своих друзей в материальном мире не смотри на фигуру кришны да то есть то о чем мы читаем в этой главе не смотри на фигуру кришны но там конечно говорится про четырехрухную форму в главе 28 3 песни по годам но но здесь говорится про кришну тем не менее не смотри на фигуру кришны стоящую на берегу емуны у кешик хата то есть место омовение во время давания его зовут говинда и глаза его пленительно прекрасны он играет на своей флейте голову его украшает павлине перо а вся его фигура залита лунным светом вот и шрила прупада объясняет смысл этого текста он пишет здесь смысл этого стиха в том что человек привязавшийся к шри мурти мурти кришны то есть божеству поклоняясь ему у себя дома то написано поклоняюсь у себя дома не только поклоняюсь у себя дома можно и в храме поклоняться так забывает обо всем что связывает его с так называемую дружбу дружбой любовью и обществом поэтому в обязанности каждого семейного человека входит установить у себя дома мульти господа интересный момент и вместе с членами своей семьи начать поклоняться и то есть пока ну по крайней мере это означает что должен быть алтарь с изображениями с фотографиями божества это конечно еще лучше это нужно разрешение духовного учителя чтобы были свои божества читаем дальше это оградит его от так вот такой нежелательные деятельности как хождение по клубам кинотеатром танцевальным залом а также от курения пьянство и так далее человек забудет обо всех этих глупостях если будет серьезно относиться к поклонению божеством у себя дома очень интересный момент теперь давайте посмотрим еще на один текст из этой главы здесь в этом тексте говорится что йог он видит сверх душу в каждом живом существе и он понимает что все едино в том смысле что все пронизывающий господь он сопровождает каждое живое существо и каждое живое существо душа и зависимо от того каким бы материальным телом она не было бы обусловлено это может быть собака кошка растения рыба курица корова и так далее как говорится об этом в известном тексте из бага вадгита давайте вот этот текст посмотрим бага вадгита 518 видя вина я сам панэ и браманы гави хасти и шуни чай вашего пакетчан оди так сама дальше на бага вадгита 518 смиренные мудрецы обладающие истинным знанием одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного прямо на корову сон на собаку и собака еда неприкасаемого почему потому что они знают что это все души во первых это все души вот говорится об этом они сами души все вот эти вот которые здесь были перечислены души это раз и каждую из этих душ сопровождает сверхдуша все пронизывающий параматма господь он понимает этот смиренный мудрец смиренный мудрец понимает что все живые существа связано со всевышним поскольку господь виде одной из своих полных экспансий параматмы пребывает сердце каждого такое понимание всевышнего есть истинное знание и кто-то может сказать но как же это понять внешне это все выглядит по-разному праман корова слон собака собака и они же вне внешне выглядит по-разному как же их воспринимать то одинаково воспринимать одинаково взаимодействует с ними конечно же по-разному с праманом на один манеры с коровы по-другому со слоном но по третьему и так далее то есть воспринимать и взаимодействовать это не одно и то же и здесь есть текст в этой от восьмой главе 3 песни багалата один из последних текстов который помогает понять а как же как же понять эту разницу этот смиренный мудрец смотрит на разных живых существ попавших разные материальные тела и рассуждает таким образом что подобно тому как разные виды дров горят по-разному точно так же и чистая духовная душа попадая под влияние различных сочетаний у материальной природы проявляет себя в разных телах но дрова есть трава и душа есть душа да так вот тут приводится это сравнение что где тут что есть смотрите что есть большое поле на ведь происходит это интересный момент есть большое поле на и есть лучи на есть небольшой кусок гревесины и вот пишет шрива правопада в комментарии к этому тексту если к примеру зажечь большое поле на пламя огня тоже будет большим и в сравнении с ним огонь который которым горит лучина может показаться совсем маленьким сущности качество огня и в том и в другом случае одинаково но материальная природа проявляет себя так что в зависимости от дров огонь выглядит большим или маленьким подобно этому душа находящийся в теле вселенной отлично от души в теле небольшого размера хотя в качественном отношении они одинаковы харишаури прабу про которого мы уже сегодня вспомнили в своем трансцендентном дневнике вспоминает эту историю о том как присутствие шрива правопады его ученики увидев на столе увидев на столе бегающих муравьев начали их аккуратно ну как бы сгонять вот с этого стола шрива правопада посмотрел на своих учеников и сказал одобрительно посмотрел и сказал а раньше вы бы их просто прихлопнули этих муравьев которые бегают по столу откуда берется это желание прихлопнуть муравья или комара или таракана но я не говорю что с ними не нужно бороться с тараканами откуда это берется что за этим стоит о за этим стоит тут именно вот это вот ощущение что он маленький поэтому незначительный а я большой потому что у меня большое тело у меня большое тело по природе большое тело поэтому я беру тапок тапок беру и раз 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 вот но это такие же души ровно такие же души как и мы с вами дорогие друзья его смиренные мудрецы они понимают что значит что ценность жизни комара и ценность жизни таракана в принципе такая же как и моя и и васудева дата один из спутников шире читания махапрабу когда заболел проказы когда у него были эти язвы на теле он тоже что делал в эти язвы приползали черви когда эти черви падали с его тела он этих червяков право и обратно туда засовывал эти язву кушайте мои дорогие кушайте тоже надо что покушать это конечно не означает что нам нужно следовать этому примеру это очень просто такой яркий пример вайшнавского милосердия это не означает что не нужно бороться с насекомыми если они заполонили дом но это означает что в принципе если допустим преданного укусил какой-нибудь комар и преданный так знаете рефлекторно так раз его прихлопнул то в принципе неплохо сознание кришна будет если вот так вот приходного потом так вот еще сказать его хорея кришна вот так хорея кришна сказать ему чтобы он мог как-то вот чтобы ему было хорошо этому команду в следующей жизни так или иначе смиренные мудрецы понимают что все вокруг живое материалист думает что все вокруг предназначено для его наслаждения преданные понимают что вокруг другие живые существа которые каждый из которых имеет вот эту иллюзию имеет вот это представление о том что все предназначено для моего наслаждения материальный мир он такой тут собрались те кто вот именно так и думают за редким исключением и для того чтобы из этого состояния выбраться нужно как мы прочитали сегодняшнем тексте нужно практиковать бакте нужно повторять хорея кришна хорея кришна кришна хорея 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 рама хорея рама 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 хорея и также нужно созерцать трансцендентный лик господа это все нас очистит от материальной скверны и буквально где-то через 10 минут мы уже будем созерцать трансцендентный лик джаганадхи баладевы суббадры и сударшина чакры а также шиши и горни тайна подключился храм и мы таким образом получим благо пусть даже и онлайн для трансцендентной энергии духовной нет никаких препятствий все равно онлайн это тоже работает но приходите тоже в живую в храм потому что это тоже хорошо и в оставшиеся 10 минут давайте обсудим эту тему если нам есть что обсудить и если есть какие-то вопросы хорея кришна давайте как практиковать а скажите мне братьевать бахте дома или в храме и дома и в храме потому что этот процесс должен быть а хайтукия протихота он должен быть не только бескорыстным он должен быть непрерывным это означает что где бы ни находился нужно все равно но находиться в этом потоке в этом собрать в этой практике не выпадать из нее да на все таки вот храме проще ли лист дома проще а это это зависит от человека а кому-то проще в храме кому-то проще дома но те кто живут по домам а им все-таки надо о храме тоже не забывать посещать его по мере возможности может быть даже чуть чаще чем по мере возможности по крайней мере шри ва пропада в своих письмах он отмечает этот момент что если у преданного дома есть свое божество то это не является оправданием или основанием к тому чтобы сказать вот у меня свой бог есть дома и поэтому я в храм ходить не буду если преданные собираются в храме то благодаря этому им удается чувствовать себя единым целым как община если ну хотя в принципе можно собираться да и даже и не в храме на каких-нибудь бактиврикшах или в съемном помещении если допустим храма нету но в любом случае надо каким-то образом собираться то есть смысл заключается в том чтобы собираться в том чтобы было это общение между преданными и не только на какие-то повседневные темы но и на темы связанные совместным преданным служением тогда мы будем прогрессировать спасибо хари кришна хари кришна если еще какие-нибудь вопросы или мысли хари кришна хари рама спасибо что вы нас поддерживаете нашу самку и крич на вот многие ну не то что многие некоторые преданы они привлекаются мистиками мистическими способны и так привлекают вообще в кришне все привлекают да но он же все привлекающие но некоторые западают именно вот на мои стихи видимо они так хотят реализоваться да вот так это вопросы вопросы или утверждение и что мне с этим делать не хотят сказать вот пропупада мельбурт мне отдавал лекцию ага лиламрита пропупада лиламрита со сваропы один профессор он был такой признанный уже какое-то время он бросил работу и стал чародеем он себя так называл чародеем но видимо вот привлекся именно вот ага мистицизм и на лекцию пропупаду он пришел но пропупад давал лекцию в ратуши краской когда лекция закончилась вопросы он стал и говорит ваша божественная милость я внимательно прослушал вашу лекцию но хочу сообщить вам что я бог хорошо хорошая новость да хорошая новость и что было дальше так это ну спокойно улыбнулся и сказал это нормально все так считают все так считают вы ничем не отличаетесь от других вот такой ответ у него вы знаете здорово а вы можете сказать в какой там главе лиламрита есть я бы хотел найти почитать тоже эту историю у вас там не отмечено случайно где-то отмечено ну-ка это интересно третий том глава 40 страница 128 я даже выписывала это 40 глава да 40 глава страница 128 а как она называется эта цирковая глава аммм амм 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 потому что у меня даже закладка есть вокруг света называется амм 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 вот он вокруг света ты ездил и сознанием дело сказал этому человеку да вот везде во всем свете люди так они и считают не вы первые мне об этом сообщаете вот а в самом начале самом начале еще год 65 66 когда значит были еще первые лекции шри выпады может быть это было даже до официальной регистрации склон там с свою по махарадж пишет в левом лице что когда один человек встал и сказал я бог шри выпаду вот так вот сложил ладошки сказал примите мои блага мои поздравления примите мои поздравления вот харик пришла не навязчиво ну не унижает достоинства но как-то вот очень корректно он умел вот так ставить на место да поэтому есть прабхупада вот ну он наш бог если ну зачем же так говорить он за такое утверждение что прабхупада бог он в свое время четырех саньяси отстранил я знаю я знаю Лишнуджану Махараджа и еще там Брамананда потом значит Гаргамуни и был еще один я забыл он такой не очень известный да вот не так говорить не надо а то а то а то Шрила Прупада нам сейчас показывают Шрила Прупаду из храма а то он нахмурится так скажет что вы такое говорите про меня не надо так говорить не надо он представитель он просто восхищаться можно а в этом смысле ну конечно так все все восхищаются давайте будем восхищаться конечно здорово вот есть ли какие-нибудь вопросы мысли в оставшиеся три минуты Харе Кришна Харе Кришна Харе Рама Харе Кришна ну похоже закончились вопросы это означает что не закончились ладно приветствую божеств все тогда сейчас скажем Грандарат Шриман Баглата Киджай Шрила Прупада Киджай Нитай Гор Пермананда Харе Бог Харе Кришна